МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На троих! ПЕСНЯ Ну что? Стоите тут, средь белого дня, и грабите людей? Мужчина, что вы от меня хотите? Я взагалі вас не зупинял. Что хочешь от меня? Что? Ну что? Ну что? Ну что же? Мужчина, я что-то не понял. У вас все в порядку? Може в больничку позвонить? Ага, чтоб сдал бы я анализы, мол, пить или не пить, вот в чем вопрос. И чтобы врач продажный написал, что пил? Ага, ну нет! Я что-то не понял. Ха-ха! На взятку намекаете? Я понял. На, о-на, о-на, на-на-на-на-на! Подождите, я вообще не намекал ни на какую взятку. Мені не потрібні ваші гроші. Тим більше такі, по 5 гривень. Роздеть мене хочете? Ну что? Берите! Мужчина, перестаньте! Мені не нужен ваш піджак. Забирайте! Вы до трусов решили! Та не надо мені ваші трусы, слухайте! У мене взагалі сміна закінчена, я поїхав, а ви тут самі розвлікаєтесь. Ха-ха! Ну ви даёте! Ха-ха! 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 Браво, Евгений Михайлович! Аплодирую вам сидя! Какая подача! Какая экспрессія! Какое внутреннее переживання! Браво! Браво! Не зря, не зря вы стали лучшим актёром нашего театра. Не зря. Не зря. А я вам говорил, что с гаишниками надо на опережение работать. Говорили. Выйти, сразу поразить, чтобы он даже не думал останавливать и не дай бог не понял, что мы пьяны! Ха-ха-ха! Да! Ха-ха-ха! Евгений Михайлович, я рекомендую продолжить. Давайте продолжим праздновать наш праздник! Давайте! 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 Желаю вам, чтобы вы в следующий раз за рулём были. Нет! Евгений Михайлович, о чём вы говорите? Это вы мэтр! Мне до вас ещё очень далеко! За мэтров? За мэтров и за вас! Давайте! Давайте! Поехали! Как огорчён нелепым я обманом! Он для моей души, как чистый яд! Не знаю, что теперь поможет. Разве, возможно, где-то тысяч пять. О! Браво! 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 Да! Да! Признаём! Раскошеливайтесь! А нет денег! Вам премию выдали! Женщина, вы не можете своего успокоить? Потому что сейчас мой проснётся! Когда ваш орал, я же вам ничего не говорила! Орал? Да боже ты мой! Он всего лишь навсего пару раз хныкнул и всё! Пару раз хныкнул? Да полпляжа подумал, что какого-то кота в стиралку засовывают! А ваш прям оперный голосом орёт! Успокойте его! Потому что сейчас мой проснётся! Будете сами его укладывать! Женщина, что за шантаж, а? Когда ваш обделался, я же вам ничего не говорила! Что же я что-то обделался? Ну, это просто маленькая неприятность! Маленькая неприятность? Ну, хорошо! Не маленькая! Но это же естественный процесс! С кем не бывает! Вот что, у вашего такого не бывает? Бывает! Бывает, ну! Ну, вот и нечего кричать до моего! А я и не кричу! Да вы орёте! Да если б я орала, полпляжа бы слышала! Вот! Пожалуйста! Разбудили! А я вам говорила! А это, между прочим, последняя бутылка! Вот если и ещё раз твой разбудит моего, сама забьём, побежишь! Браво! Тихо-тихо-тихо! Спи, спи, мой хороший! Спи, мой маленький! И мою сну! Слава Богу! Давай, слабак, поднимай! Поднимай! Ты можешь! Ты можешь! Давай, слабак! Да поднимай же ты её! Сильнее! Сильнее! Не называй меня слабаком! Знаешь, это как-то не очень мотивирует! Если я сейчас тресну! Это тебя больше смотивирует? Поднимай, давай! Давай! Ты можешь! 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 Давай! Ну, почему она такая тяжеленная? Да какая же она тяжеленная! Лёгкая, как пужинка! Шестьдесят килограмм всего! Давай, ты можешь! Давай! Давай! Не можешь, что она? Давай! Что она лёгкая? Ну, можно хотя бы пару килограмм скинуть! Я пробовала, не получается! Наклоняйся! Давай, тяни! Тяни грудям! Давай! 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 Я верю в тебя! День добрый! Я тренер! Да, я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, надо начинать с более лёгких весов! Вот! Надо с лёгких! Пять лет назад штанга, может, и была лёгкой! Но кто-то слишком долго тянул поход в спортзал! И поэтому теперь будет поднимать шестьдесят килограмм! Давай, ты можешь! Можешь! Выдох-вдох! Выдох-вдох! Давай! Я снова извиняюсь, но он может реально надорваться! Это опасно! Слушайте, ему нужно сделать один раз! Один раз поднять эту штангу! Понимаете? Поднимай давай! А то секса не будет! Подождите, подождите! Я, конечно, не лезу в чужой огород! У каждого тренера своя методика! Но просто вопрос! Как коллега коллеги! Зачем ему нужно поднять именно шестьдесят килограмм? Так, во-первых, я ему не тренера невеста! Во-вторых, у нас завтра свадьба! И по традиции жених должен поднять невесту! Так что давай, ты можешь! Ради невесты! Давай, давай! Я не смогу тебя поднять! Ну, не смогу! Сможешь! Давай, пробуй! Пробуй! Да что ж ты стоишь, как слетяй! Давай, давай! Ну, давай! Я... Еще раз извиняюсь! То есть, задача какая? Значит, поднять шестьдесят килограмм на один раз! Да! Один подход! Да! Я думаю, смогу помочь! Ой! Хоть кто-то! Здесь главная техника! Значит, смотрите! Ноги на ширине плеч, да, спина прямая, таз назад, ноги подпружинены! Отлично! Готов? Да! Готов? Да! Ты сможешь! Ты сейчас пойдешь и сделаешь! Да, да! Ты мужик! Да! Ты машина! Да! Давай! Давай! Отлично! Дай пья! Вот так! Пошел и сделал! Да! 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 Я сделал это! Да! Держи! 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 Странно. Ну, странно, но очень странно. По технике он все правильно выполнял. Почему он не взял шестьдесят килограмм? Я не понимаю. Подумаешь, шестьдесят восемьдесят. Это какая разница? О! Целых восемьдесят? Ай! Я имел в виду всего лишь восемьдесят. Легенькая моя пушиночка. Тренер, я же смогу и восемьдесят поднять, да? Нет. Чтобы поднять восемьдесят, тебе надо минимум год сюда ходить. А что? Еще год? Да ну нафиг! Я и так долго ждала! Знаешь что, дорогой? Я тебя завтра сама понесу. Будет новая традиция. Иди сюда. А, любимый, давай! О-о-о-о! Ни хрена себе! А это между прочим шестьдесят килограмм. Девушка, вы не ходите к нам в сборную? Эй! Так, доча, шо ты, скоро? А то нам еще за цветами нужно заехать. Сейчас, сейчас, последний штрих. Оп, все. Па, ну как тебе? Очень красиво. Я буду самая крутая на выпускном? Ну, это первый час только. А потом вы же понажирайтесь все, уже у всех будут одинаковые прически. Так что, все. Ну шо, сколько с меня? 100, 200? Сейчас, одну секундочку посчитаю. Так, моделирование, креативная стрижка, профессиональная укладка и биовыравнивание. Все, 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 я намек понял. 300, да? Хорошо, даю 300. Все. Нет, нет. Дешевле. 200. А, вот еще лучше. На. 200 долларов. Чего? Я вообще-то за прическу плачу, а не за аренду вашего этого помещения на 10 лет вперед. Ну? Эта прическа столько стоит. Ну, па, ну это же выпускной. Нам еще с тобой, дочка, после этого выпускного за что-то жить надо. Так, давай, переделывай, чтобы дешевле было. Все. Па, ну бабочка, нам еще за цветами ехать, мы не успеем. Я тебе объясняю, чтобы цветы купить надо, чтобы на цветы были что? Деньги. Говорю, давай переделывай. Ты, Эдвард, руки из поп и ножницы. Давай, говорю, быстро взялся за дело. Ну, как скажете. Вот. Ну вот, удешевил. Ну, теперь я не буду самой красивой. Дочка, я еще раз тебе объясняю. Через час самый красивый будет, самый выпивший. Вот. И сколько это стоит? Две тысячи. Чего? Гривен. Чего? Что-то изменилось в моем? Чего? Ты что, охренел? Нет, дофига. Давай, чикай дальше там, чтобы дешевле было. Хотя бы в два раза. Все. В два раза. В два раза? В два раза. Хорошо. Угу. Ну вот, как вы и просили, удешевил ровно наполовину. Угу. Па, я с такой прической не пойду. Так, успокойся, дочка. Я тебе говорю, нормально. Будешь фотографироваться на альбом просто с одной стороны. И весь выпускной проходишь боком. А, как ваш физрук? Что за проблема? Правильно? Потому что все равно... Да, да. Через час все нажрутся и никто на прическу смотреть не будет. Я помню. Ой, моя, моя, моя дочь, а? Хоть чему-то ее научил. Ладно, сколько стоит это все? Тысяча. Охренеть. Да за это и тысячу отдавать жалко. Па, ну мы и так уже на час опоздали. Чего? На час опоздали, говоришь? А ну, отойди. Я теперь займусь. Так. О. Так. И, так сказать, вишенка на торте. О. Па! Что? Ну что это такое? Что? Да красиво это. Офигенно. Ты же сама сказала, на час уже опоздали. Правильно? Я вот так не пойду. Так, спокойно. Ты и так там уже самая красивая будешь. Ну и вот, забыл кое-что взять. На. Что? Держи. Лучше с папкой, чем с какими-то своими одноклассниками на выпускном. Давай. Все, погнали на выпускной. У-у-у! Девчонки! Моя дочь. Учись профессионал. Еще и денег сэкономил. Вот. Кто здесь? Если вы думаете, что это шутка, то это не смешно. Прекратите сейчас же, а то я вызову полицию. Тише, тише, тише. Тебя за мной ни что не нужно. Так, давай договоримся. Я тебя отпущу, только ты не будешь кричать. Ладно? Угу. Ага. Пожалуйста, не трогайте меня. Забирайте все. У меня вот есть телефон, серьги, деньги. Тихо, тихо. Мне ничего тебе не надо. Ты только, ты только скажи, тебе страшно? Очень. Очень? Ага. Вот. А если бы у вас был наш универсальный газовый баллончик Терекс 2000 со встроенным фонариком и электрошокером, вам был бы любой маньяк не страшен. Наш универсальный продукт весит всего 112 грамм и абсолютно не ощущается в дамской сумочке. На него сейчас действует акция 25% и приобрести его можно всего за 550 гривен. Так вы не маньяк? Нет. Господи, мужчина, я так испугалась. Простите, пожалуйста, но если бы у вас был наш универсальный продукт, газовый баллончик Терекс 2000, вам был бы любой маньяк не страшен. Ну что, берете? Всего 550 гривен. У меня нет денег. И это не проблема. Именно сегодня для вас уникальное предложение от нашего магазина. Не требуется никакого ни паспорта, ни нификационного кода. Мы вам даем рассрочку. Ну так что, берете? Мужчина, вы вообще соображаете, что вы делаете? Ну, конечно, это агрессивный маркетинг. Да? Да. Мы специально смоделировали для вас ситуацию, чтобы быстрее купили наш баллончик. Да? Страшно было? Вот. Максимально реалистично. Би-ту-би маркетинг называется. Как вы говорите? Би-ту-би. Да. А, би-ту-би, я да, слыхала такое. Так, тихо. Угу. Ну что, берете? Всего 550 гривен. Знаете, пожалуй, возьму. Чудесно. Можно глянуть, чтобы там не было никаких дефектов, царапин? Да, конечно. Конечно, конечно. Конечно. Что вы делаете? За что? За что? За то, что женщин пугаете. Би-ту-билы. Стойте. Даже... Блин. Почти получилось продать баллончик. Блин, что же мы не так делаем, а? Может быть, еще одну книгу по агрессивному маркетингу прочитать? Слушай, лучше, наверное, сходить на лекцию, потому что книги мы долго читать не сможем. Ай! Идем на лекции тогда. Идем. Эй, есть кто-нибудь дома? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. А чем могу вам помочь? Ты вот можешь помочь. Я вот прямо чувствую, что ты можешь помочь. Я хочу, чтобы ты посмотрел немножко под эту кепочку. Видишь там волосы? Нет, не вижу. Вот и никто не видит. А нужно сделать так, чтобы там немножечко волосы росли. Понимаешь? А, вам нужно средство для роста волос. Тише! Что ты кричишь-то? Не надо кричать об этом вообще никому. Вам нужно средство для роста волос. Да, мне нужно средство от роста волос. У нас есть отличное, современное, можно сказать так, революционное средство. Что это? Какое средство? Революционное. Слушай, а это средство революционное. Оно точно поможет? Оно 100% вариант. Ну, 100%. Фирма гарантирует. Какая еще фирма? Я к тебе пришел как мужчина к мужчине. Я гарантирую вам на 100% результат. Вот это другой разговор. Ну, оно не из дешевых, чтобы вы понимали. Революция все-таки произошла. Слушай, кто вообще говорил про деньги? Вообще не проблема. Сколько оно там не стоило? Давай его сюда. Пожалуйста. Вот оно. Ага. По три капельки на каждую луковичку. Ага. Слушай, сколько оно... Во, почему так дорого? Ну, революция. Может, скидку по-братски сделаешь, а? Простите. Никак. Ага. Эй, ты, слушай, иди сюда. Ты что сделал, а? Что случилось? Что случилось? Случилось, это когда шашлык немножко подгорел. Вот это что-то случилось. А я тебя сейчас буду так бить, что тебя родня, родная не узнает. Ну, объясните, что произошло? Ты что, не видишь, что произошло? Произошло, это когда на свадьбе вино закончилось, а свадьба только началась. Вот это что-то произошло. А я тебя сейчас просто убивать буду. Понял? убивать. Да в чем проблема? Проблема? Это когда у тебя любовницу увел любовник жены. Вот это проблема. А я тебя сейчас просто возьму, разрежу вот так вдоль, потом сошью и заново разрежу, только медленно. Вы можете объяснить, что произошло? Просто объяснить словами, не ножами. А произошло то, что я из-за твоего эволюционного средства вот этого с женой спать не могу. Но почему? Почему? Я сейчас тебе покажу почему. Манана, иди сюда. Что ты там стоишь, как козел на горе? Иди сюда. Вот. Жена моя, Манана, покажи ему. Это нормально вообще? Как мне теперь спать с Ильей Муромцем, а? Вы, вы, вы же средства для себя брали. Зачем вы же жене своей его дали? Кто его дал ей вообще? Я пришел, дал ей руки. Говорю тебе, слушай, открой крышку, вели мне на голову волосы по пруд. Она что, она крышку эту открыть не могла? Заткнутая была, да заткнись ты вообще. Она его вот так вот в рот взяла, как ха, все ей прямо на бороду разлилось. Я предупреждал, что средство сильное. Средство сильное, да? Слушай, я тебя предупреждаю, ты предупреждитель. Если ты именно сейчас же не дашь средства для облысения, я тебе не знаю, что сделаю. При жене стыдно сказать такое. Даже при бородатой жене. Вот. это очень сильное средство для облысения. Сильное? Да, стопроцентная гарантия, как и в прошлом случае. Послушай, а меня, она когда его открывала, ей там на грудь разлилось, и потом потекло, потекло, и манану, покажи свой манану. Короче, давай три флакона. прошу молодоженов обменяться обручальными кольцами. Объявляю вас с мужем и женой. Новобрачные могут поцеловаться. Яна, Яна, ты что делаешь? Ты два года на диете сидела, Ян. Да, сидела, и вот высидела. Яночка, может быть, ты все-таки потерпишь до вечера, до банкета? Я два года терпела, а теперь все. Да? Ладно, хорошо. Хорошо. Ты что делаешь? Ты же два года не пил. А теперь можно, правильно? Можно. ты, наверное, дай ему закусить. Сейчас. Разбежалась. Так, хорошо. Ой. Ого. Может, реально даже закусить, а то до первой брачной ночи не дотяну, пшик. Ладно. Только и ты мне дай, а то мне по-сухому уже не идет. Благодарю. Блин, как захотелось замуж. Нажраться пожелать. Такие проблемы. На. На. Совет на любовь. Ой, доктор, у нас такая проблема. Я вижу. И вот так вторую неделю. Почему сразу не обратились? Я думала, что само пройдет. У нас же уже было что-то подобное. она два месяца с палкой ходила, разговаривала. Я тогда вообще думала, что она ку-ку. Оказалось, инстаграм. Знаем, знаем. Но это, это новое психическое заболевание. Им страдает исключительно молодежь. Она называется тик-тока дебилия. Доктор, ну это же хоть лечится, скажите. Она же и меня в это вовлекает. Я так боюсь заразиться. Ой, ма, давай, запишем один челлендж. Чекай. Апчхи. Не корона, бро? Нет, не корона, бро. Точно не корона, бро? Нет. Спасибо, ма. Видите, что происходит? Ну ясно. У вас вторая стадия. Кушай. Будем лечиться. Доктор, я уже так делала. Она мне даже укусила. Я же вас предупреждала, доктор. Раз, два, три и... Раз, два, да, 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 да. Махла. Осталось только челлендж с переодеванием взять и все. Сейчас. Доктор, видите, становится только хуже. Остается только одно. Шоковая терапия? Лечение током? Нет. Тик-током. Ма, ты готова? А что вы делаете? Вы что как больные? Видео снимаем, как и ты. я что, так дебильно выгляжу? Блин, реально какая-то хрень. А я тебе говорила, доча. Ма, ма, извини меня, я больше так не буду, я не хочу больше таким заниматься. Пошли домой. Пошли. Доктор, спасибо. Вы нам очень помогли. Ничего, это моя работа. Так что, обращайтесь. Капец. Это так страшно. Ой, на что сегодня за день таки, а? Ну, где эти порушники? Где эти блондинки на джипах? Пьяные не пристегнутые? Где это все? Да хрен его знаю. Слушай, я вчера по телевизору программу такую интересную смотрел про гипноз. Там, значит, людей в гипноз водили, они потом по столам скакали, руками, ногами махали, такие вещи дурные вытворяли. Ну, это как мы на день полиции, так? Ну, да, только они трезвые это делали. О, я что подумал, а давай кого-то остановим, значит, в гипноз введем, сделаем то, что надо нам, и потом все денежки получим. Да не, ну, это же уметь надо. А что там уметь, я же тебе говорю, смотрел передачу по телевизору, там, вот так, води чем-нибудь перед лицом и слова говори. А вот, смотри, едет сладенький. Давай. О, ну, давай. О, вот тут, вот тут. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это мы нарушаем? А? Простите, а что я нарушил? Ну, как? Это что вы нарушили? Вот. Смотрите на меня, пожалуйста. Вот. Ваши веки, значит, наливаются, вот, вы засыпаете и слышите только мой голос. И с этого момента будете делать все, что я вам скажу. Да. Вы ехали на велосипеде пьяным, сильно пьяным. Вы ехали на велосипеде не, не я, вы ехали на велосипеде. Вы ехали на велосипеде. Ты ехал на велосипеде. Я ехал на велосипеде. А я ехал на велосипеде пьяный. Бухим. А не, пьяный, это мало. Это пятихатка. Давай, добавляем ему что-то. Ага. Вы ехали с превышением скорости. Перелехали. Я ехал с превышением sana. 150 км в час. 150 км в час. Гулять так гулять. Вы ехали 150 км в час, потому что вкрали велосипед у президента. И когда текали от погони, сбили полицейского. Полицейского сбили. Министра МВД. Забил министра МВД. Слышь, а это не перемор? Почекайте. А еще ты криминальный авторитет. Я криминальный. Який сбежал из тюрьмы. Я сбежал. Прикинь, сколько нам бабок, чтобы все это решать. Ну все, хватит с него, давай, выводь его из гипноза. А как, я не знаю, я же передачу до конца не досмотрел. Да что там, наверное, вот так вот. Оп, а, бачу, выводь его из гипноза. Нормально, нормально. Вот так вот. Волки позорные. Они стоят. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Спокойно. Я что, зря с тюрянки бежал, чтобы на первом посту меня какие-то гайчоныши заломали. Ключи от машины сюда. Быстро. Мне терять нечего. Я министра МВД сбил. Рыбнетесь, порешу. Понял? Ну все, теперь у нас не табельное оружие, не машины, не грушей. Ё-моё, с твоим гипнозом долбаным. Зато у велосипед остался. Гипнотизер хренов. Это ты виноват? Я виноват? Да. Твои веки наливаются. Запоминай то, что я тебе скажу. Это ты виноват. Я виноват. Это ты профукал нашу машину. Я профукал тачку. Это ты профукал табельное оружие. Табельное оружие. А твой напарник молодец. А ты напар... Кто молодец? Ты *** молодец. Какой скучный день сегодня. Не говори. Никто не тонет. Угу. Хоть бы кто, я не знаю, пьяный в воду залез, да? Угу. Эгоисты. Развлечений ноль. Да. О, слушай, дай телефон на кино посмотрю какое-то. Да куда? Батарея села. Я же сам все утро играл. У меня тоже. Слышь, а давай фильм посмотрим. Да как? А вот так. С 4D эффектами. Хочешь? Хочу. А сейчас? А ну. Вы просмотрели фильм «Челюсти»? Понравилось? Вот такое кино. Особенно сцена с рыбаком. Это я его что за жопу хватанул, когда у меня плавками по лицу стал бить. Ну а я думаю, что он так быстро поплыл? Ну, все, давай теперь твоя очередь. Моя очередь. Так. Хорошо? Да. Павлик. Кинокомпания «Три Старт Пикчерс» представляет. Фильм основанный на реальных событиях под названием «Терминатор». «Терминатор». Мне нужна твоя одежда и водный мотоцикл. Чё? Буй через плечо. Аста-ла-виста, бэйби. С вами все в порядке? Ты Сара Коннор. Так, а ну-ка отвалите от меня. Какая вам Сара Коннор вообще? Я был послан из будущего, чтобы остановить восстание кофе-машины. Так вот и идите туда, куда вас послали. Эх, классное кино. Городская, что надо. Нина, ну ты прикинь, этот кобель от меня сбежал. Да. Ну я, я хотела показать, где я работаю. Он увидел надпись «ЗАГС» и просто свалил. Ну ничего, я себе другого найду. За вот это время, которое я тут работаю, я уже столько всего видела. На таких крокодилах женились, что я по сравнению с ними просто мисс Вселенная. Ладно, ко мне тут клиент. Ага, давай, давай, давай. Добрый день. Мы с моей любимой хотели бы расписаться. Здрасте, здрасте. Какое счастье. Масочки можете, кстати, снять. А мы лучше так. Да. Не, просто перед вами тут был развод и мужик столько спирта выпил, что, можно сказать, тут все продезинфицировано. Мы все же переживаем из-за вируса и хотели бы себя обезопасить. От кого? Ну тут только я и вы. Ну ко мне зараза не цепляется, только мужики. Ну а вам-то что бояться, вы сегодня и так будете, ну. Понимаете, это такое дело, мы друг друга без маски еще не видели. Угу. Угу. Ой, а вы даете зелье, как это? Ну мы просто, мы познакомились в масках и встречались в масках и решили так пожениться. Угу. Дистанция, дистанция. А, дистанция. То есть вы даже не ш-ш-ш-ш. Ну я, конечно, впервые таких вижу. Странненьких. Мы считаем, что главное это человек, а не его внешность. Ну конечно, это пока она маску не сняла. Ну так глаза видны, а глаза это зеркало души. Вообще-то, милочка моя, в зеркале отражаются не только глаза, но и как бы все остальное. Может вы нас просто распишите, а? Ну ладно, ладно, как скажете. Просто я такую лотерею еще не вела. Ну что ж, перейдем к самому главному. Согласны ли вы взять друг друга в законные супруги? Согласен. Согласна. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать друг друга. Сейчас начнется самое интересное. Ну что, ты готова? Да. Сорян, просто хотелось атмосферки вот такой. Ну, чувак, как бы я тебя поздравляю, у тебя судя по всему зеро. Ну что там будешь говорить про глаза? Они прекрасны, как и ты вся. Серьезно? Да. Ты самая-самая красивая. А ты? Ты? Договорю, договорю. Такой же страшный, как и я. Такой же красивый, как я тебя себе представляла. Ёлки-палки. Ну у вас и фантазия. Ну что ж, я тогда вас поздравляю. Можете идти и начинать там свою брачную ночь. Бегите, бегите. Там вас ждет тоже та еще своя сказочная лотерея. Или... Или... Не, надо будет и самой в лотерейку поиграть. А то я так замуж никогда не выйду. На троих. Давай, 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 давай. Концовочка. Давай, ускорился. Красавец. Молодец. Есть. Красавчик. Значит так, сейчас на скакалочке и пресс. Ага. И не расслабляться, не расслабляться. А, да, тренер. Да. Соберись. Молодец. 997, 98, 999, 1000. Молодец. 4008, 4009, 40010. Мало. Еще, тренер. Еще. Давай еще. Давай еще десяточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И последний. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Миллиант. Но уже лучше. Давай, давай, слабак. Давай, ты хочешь победить или нет? А, да. Нет! Двести! Кратце! Два! Здорово, Серега. Здорово. Здорово. Я думаю, уже боюсь. Ты, ты к чему его готовишь-то? К бою с Макгрегором? Я тебя умоляю, Макгрегор пацан по сравнению с ним. А к чему тогда? Неужели Кличко в бокс вернулись? Он обоих Кличко закопает просто. Но вчера теща сказал, что она борщ пересолила. Вот это будет бойня. Да, надо помочь мужичку. Ага. Давай, давай, давай. Давай! Теща справа! Права! Теща слева! Теща справа! Проча! Теща слева! Теща справа! 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 Давай! Я! Я! Возьми меня в свой плен, нежными словами я подарю взамен ночь под облаками. Добрый день, вы работаете? Да-да, только шпионом мы скидки не делаем. Заходите, садитесь. Как будем стрель... Стрель... Олег Винник! Тише, тише, пожалуйста, тише, я вас прошу. Я здесь инкогнито. Мне нужно немножко подровнять волосы, а у стилиста сломалась машина. Скоро концерцию, понимаете? Я знаю, я билеты полгода назад купила, мы с подружкой идем на Олег Винник. Тише, тише, тише. Я сейчас Галке позвоню, пася нахрене. Не надо никому звонить, тем более Галке. Вот, 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 ты только мой... То простите? Я говорю, мойка тут не нужна. Просто подровнять самые сексуальные волосы Украины. Что вы делаете? Я нахожусь в раю. Женщина! Просто перед стрижкой нужен массаж головы. Не надо массаж. Давайте перейдем сразу к стрижке. Ага! 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 Аккуратней, пожалуйста. надежда степановна новый кремень как у вас только руки не трясли самого винника стричь кого вы серьезно олег винник самый сексуальный певец украины кто сексуальный этот на бабу похож вот если вы сюда зебро взошел меня мне только руки я в обморок тут рухнула то ладно каштаны 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 девчатка кто уже педре меня ты вуза народного артиста украины видимо я картина доктор я бережок че ты паришь мне тут бережок это это маленький берег узи реки а реки здесь нет почему потому же мы где больница как больница вот скоты блин все таки все таки упекли меня да хрен вы меня возьмете сейчас братан вместе бежать будем даваясь просто не свяжемся с окна как тихо доктор доктор никуда бежать не надо вы доктор это больница вы здесь работаете а да точно правильно я доктор хороший доктор а ты получается кто больной о защите должен лечить окей что болит голова очень болит о бред вы ничего ничего полечен полечен короче тут есть одна темка ну понял да ну замут мы шефт ну блин ну расклад замес ты вылечиться хочешь хочу сейчас все вылечим ага быть доктор и извини 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 заходи заходи кидая кости давай быстрее ознакомься это мой коллега профессионал специалист по лечению марихуаны может сказать фитотерапевт из нидерландов стройщины с каких это фору нас ценится специалист стройщины еще между прочим тоже семь лет учился на это как я ты вылечиться хочешь хочу давали чего очень конфеты есть нету а водичка нету блин ты чё вообще неподготовленное пришел на лечение так чё сколько препарата отсыпать грамм 2 коробок на 2 2 наш двое правильно подождите стоп это что это дилер что ли это раньше так назвалось а сейчас это фитотерапевт да их же легализировали честно сказать я ему не верю в глаза его посмотри в красное это у них то же самое что красный диплом сейчас у тебя такие же будут так чего нас оборудованием обеспечит государственная больница ну какое тут оборудование пустая бутылочка фольга британ это оборудование у нас в больничке имеется сейчас я освобожу тару тогда приступим ну чё болит еще голова голова нет отлично горло болит это побочный эффект могут быть макдональдс гоняем и как рукой эффекты с ними а в министерстве здравоохранения знают таких способов лечения конечно знают а ты думаешь почему они эти реформы придумывать я знаком с их врачом у них там посерьезнее препараты ну мы по лайтику но еще разочек так значит пиши смотри первым делом заешь на окружную у скворцовой и у филипповой денежку заберешь оставишь там им что-нибудь такое больше шоколадки поедят так значит и обязательно тут внизу в ларек сходи спросил у людки шо там у нее с конфискатом а шо у нее с конфискат ну продала не продала так что еще надо здорово мусора чё такие молчаливые шумент родился каван ты чё пришел и ювелирку бомбанул и пришел тут чистосердечное подписать да размечтался а нахрена додавы мусора если мы будем сами сдаваться может настучать на кого пришел начальник ты ничего не попутал так ладно кабан давай не томи чё ты хочешь черт пришел а вот да то есть и ты из честного вора в доставщика переквалифицировался да стареем стареем кабан стареем я проставиться пришел у меня кабанчик родился а ты фермером решил стать до кабанчиков разводишь точно стареет вы тупые как вы вообще дела раскрываете то сын у меня родился кабаненок младший уау вау так кабан мы тебя поздравляем ничего себе так с этого надо было начинать начинаешь нам тут по ушам ездить слушай вот от всей души пусть растет такой же здоровенький как и ты но не такой же криминальники то поздно уже весь в батю пошел такой пухленький а когда смеется это вообще прикол вот так вот ну короче давай рюмахи да даю дело конечно все есть все кабанчики ручка я думаю теперь кабанчик получается ты вместо того чтоб инкассаторов и ювелирки бомбить аптеки будешь да ну мало муж подгузники нужны правильно вместо четок и кастетов будет детские пустышки лепить из хлебного мякиша да не пацаны я ухожу декретный отпуск так сказать это правильно правильно заодно и мы от тебя отдохнем да это точно ну давайте мужики отдыхайте набирайте сил малой как подрастет мы в четыре руки инкассаторов гонять начнем ну давайте за моего кабасика я очень думаю ментам думать вредно я вот думаю ты же у нас подожди в прошлый раз за ювелирку на три года присел правильно с половиной с половиной да да получается а вышел три месяца назад да и все три года три с половиной до доступа к тебе никакого не было правильно да даже передачки тебе не жена носила да а через нас она передавала ну ночью надо как еще да получается передачки ты забирал правильно ужин и ну мне же по пути было пухленький говоришь да убью с кабан я я все объясню убью кабан я все объясню я все объясню я все объясню кабан ты да начали за рождение закончили за упокой вот прав был кабан мент родился хотя с другой стороны я что же пару раз как я забегал после того awakening я все объясню Search Search Search